здравствуйте хочу немножечко рассказать о том как можно определить ацетон в крови наличие ацетона крови в домашних условиях есть такая штука называется тест ленточки тест полоски на украинской мобильной тест мушки для тестования на явности крови ацетона в крови советую всем иметь мамам в аптечке можно купить в аптеке возможно вы пройдете несколько аптек потому что я нашла не сразу почему бывают ситуации когда у ребенка очень высокая температура вот она держится достаточно долго ну либо ребенок слабенький и плохо реагирует значит вы делаете тест наличие ацетона это уже очень нехороший звоночек вот конечно нужно обратиться к врачу однозначно но это серьезное лечение то есть какое-то встручание должно быть извините по-украински вмешательство должно быть уже конкретных препаратов достаточно сильных диагностирования доктора и так далее то есть высокая температура ацетон в крови можно и в домашних условиях все это убирает но это просто первый звоночек к сожалению педиатры на сегодняшний день я не говорю о всех но в поликлиниках ну как-то вяло к этому относится чуть-чуть сразу инфекционка и так далее поэтому как бы я очень советую особенно у дети страдающие высокой температурой плюс даже просто для себя потому что бывает такое что температура является как следствием именно от самого этого ацетона то есть это ацетономия заболевание если это совсем другое тоже к доктору тоже диагностирование нужно но это может быть причиной постоянных небольших температур почему бы не сделать прежде чем ходить по всем как бы врачам вам будет рассказывать что там не так там не так еще что пока вы найдете причину вот это легко и просто мочу опускаете там на несколько секунд конечно здесь 50 штук тест мужик они долгого срока хранения значит есть шкала цветовая вот и кстати между прочим глюкозу тоже можно в домашних условиях то есть глюкоза и ацетон это два тест мушки вот эффективны что сахар в крови дома можно в моче определить что ацетон ацетон очень важно вот например у меня недавно ребеночек болел кишечным гриппом но это в простонародье вообще сложено звание ну то все рвы и но вирусная инфекция которая дает осложнение именно на кишечник вот конечно обезвоживание и тому подобное начинается рвотные поносные рефлексы и этого так много естественно врач сказал сразу хороший педиатр гомеопат как бы сразу сказал ацетоном быстренько чтобы понимать картину ввозить ребенка в больницу туда-обратно мы как бы быстренько это сделали это просто легко я вижу ацетона цвет он был высокий вот быстренько медикаментоза назначена мы убрали уже легче понимаете потому что это такая вещь на опасная токсикация это не очень хорошо и может привести к очень нехорошим последствиям в общем вы почитайте инструкции здесь есть цвет появляется определяет количество ацетона все это может даже принести тому же доктору как бы если вы идете все таки на прием к нему то есть облегчает постановку диагноза и вообще но это не основной так как вспомогательный способ для определения заболевания но очень эффективны в домашних условиях это быстро это поможет доктор это поможет вам разобраться вот всем советую иметь такие-то с мушки